А когда вы работаете, если вы так много путешествуете, у вас даже сайт есть и вы уже стали такими travel, практически блогерами, проповедниками. Когда вы работаете? А мы не работаем. А вот это секрет успеха. А вот это отлично. Итак, третий день Мегустро. И Алена Усанова рядом со мной. Кто здесь? Катя Калина меня зовут. Катя Ягода Калина. Это шоу, ток-шоу на троих. Хэштег будет жарко. Парка, варка и порка. Ну что же, друзья, ставьте хэштеги, ищите нас в Инстаграме, на Фейсбуке. А сейчас мы, как две леди в красном, ждем кавалеров, причем боевых. А сейчас профайл на героев. Михаил Соколов и Тимур Дмитриев. Сооснователи «Италигрупп». Лучшие ресторанные группы по версии премии ТОП-100 ресторанов Петербурга-2017. В ресторанную группу входят заведения различных концепций. Итальянские рестораны, бельгийские гастрономические пабы и другие форматы. Сегодня в «Италигрупп» 22 ресторана в Санкт-Петербурге и Москве. О мощном старте и стремительном развитии сегодня в нашей студии. Михаил Соколов, Тимур Дмитриев. Привет. Хотел даже вам ручку поцаролить. А, что надо, обнимашки надо. Давно не виделись. Чао, tutti. Печера, по моему итальяну. Раз. Сьямо, филичи, кванду сьямо и он сьямо. Итак, друзья. «Италигрупп 2. Отца-основателя». Ну что, обнимашки, целовашки, все, как у нас принято в Италии. Никакой субординации. Покаджетница, не забудь клятву на покаджете. А я думала, пока не женится. Господи, вот что? Показалось. Чего хотят женщины? Покаджетимся. Итак, у нас есть Библия. Это гастробиблия. Надо положить кто правую, кто левую. Кто не руку. И клянитесь говорить правду, только правду и ничего, кроме правды. Клянемся. Торжественно клянемся. Все слышали? Гребенщиков поржет. Это его просто книжка. Калина, жги напалмом. Ты же прям сразу с места в карьер хотела. Рассказывайте, где вы взяли, украли, заработали деньги на ваш первый проект? На свои открыли? Кто отвечает? Поднимайте руку, чтобы мы видели прям сразу первый. Оп. Тимур. Нам помогли родственники. Богатые родственники. Хороший ответ, рабочий. Работные. Честно заработанные дали. Принимаются, честно заработанные. Близкие или дающие? Под проценты. Под небольшой процент, да. Все было это. Ну, когда они дали деньги, в принципе, они попрощались с ними. Потом для них было сюрпризом, что мы их вернули. А у вас общие родственники, что ли? Ну, стали, да. Стали, да. По итогам. А то есть у вас такой еще и шеринг, вы еще и родственников шерите. Да, вообще мы начинали компанию втроем. Я, Тимура и мой отец. На троих? На троих. Как раз это был такой итальянский семейный бизнес, как все, в принципе, должно быть. Мафия была? Да. Быть. И куда делся крестный отец? Не, он с нами, просто он сейчас такую более наблюдательную позицию занимает и говорит о том, что… Все видящий око. Да, он говорит, заслужил, заслужил отдых. У меня просто, на самом деле, моя история очень долгая. У меня отец, он работал в ресторанах, сделал шесть кругосветок. Когда здесь все сидели за каменной стеной, у меня папа плавал. Он был во всяких там интересных странах. Мама у меня… Он был коком на корабле? Он был официантом. Ага, богатый человек был. Ну, в те времена, да. А мама у меня тоже официантка, работала здесь в Петербурге. Было всего два ресторана, «Березка» и «Волхов». В одном из них она работала. Я вот с детства в ресторанах. Там няни раньше не было, я все время с мамой в ресторанах проводил время. Так что это еще начиналось очень. У вас такая династия. Да. Тимур, как появился в ресторане ты? Да я не в своем первом, а в принципе в ресторанном бизнесе. Ну, у нас, на самом деле, так это… судьба похожа. Погромче. Судьба у нас похожа. У тебя тоже папа официант. Да, и я начинал с официанта. Миша с поваром и двигались по карьерной лестнице, на самом деле, вот у Арама Нацаканова. Да, он на самом деле… Ну, ему привет передаем. Да, кузница кадров, какими и мы сейчас являемся, в принципе, от нас уходят ребята уже свои проекты. Какие-то мы сами финансируем. Вот, поэтому, как бы, всю жизнь здесь. То есть первый проект вы открыли на свои деньги? Ну, в смысле так? Ну, скажем так, да. Да, да. То есть не инвестиционные, не банковские, не привлеченные. То есть рисковали сами своими деньгами? Да. Не только деньгами, ну, в принципе, мы на кон поставили все. У нас была хорошая работа, очень перспективные ресторанные группы, были серьезные должности, хорошие зарплаты. И вот мы ушли, и такой у нас был вообще вызов. Ну, на самом деле, ну, как бы, я с уверенностью могу сказать, что мы первые, наверное, в Петербурге. Но в современном, может быть, там раньше такое происходило. Но, действительно, официант и повар открыли ресторан. И она превратилась в ресторанную группу. Причем в мощную. У вас работает около 700 человек. У вас в офисе 70 человек работает. Мы все знаем. Мы пытали ваш пиарши, потому что есть еще проекты. Больше тысячи, я думаю, человек. У нас есть еще доставка Ями-Ями, в которой где-то, наверное, около 350 человек работает. А как этой машиной огромной можно управлять? Я вот так долго думал, на самом деле, благодаря чему так все происходит, что такой бурный рост, активное развитие. Вот только что была на нашем месте Катя Букучава, наш близкий друг. Но мы по-разному смотрим на бизнес. И я думаю, что во многом это благодаря, ну, как бы, я про себя буду говорить, благодаря такой небольшой лене, даже может быть где-то большой лене. Потому что Катя, она не может уйти из кухни. Она не доверяет, как бы, своему, ну, она доверяет ему, но, конечно, не может полностью доверить свой бизнес наемному персоналу. Мы это сделали просто, как бы, за нежеланием делать это все руками. Начали делегировать, начали мотивировать. У нас, я уже упомянул, уже не один человек, который имеет долю в бизнесе. То есть становится замотивирован именно бизнесом. И бизнес, он именно мотивирует так, как не мотивирует никакая зарплата. Мы так понимаем, что надо быть все-таки авантюристом для того, чтобы вообще вписаться в ресторанный бизнес, да еще своими деньгами. Авантюра. Авантюра стопроцентная. И также мы услышали, мы услышали все, что вы умеете и научились делегировать. И самое важное, что я услышала, вы берете в долю. То есть это мотивация. Делегирование и мотивация. Как это происходит? С кем вы готовы вступать в отношения, инвестировать? Как стать вашим партнером? Да, это вы акционерное общество, это какие-то миноритарные акционеры. Что это? Как это устроено? Где? Ну вот вы говорите, что можно стать, получить какую-то долю в вашей ресторанной группе. Как это происходит? Каждый ресторан – это же отдельный коллектив, отдельное юридическое лицо, отдельный состав участников. Поэтому ты просто хочешь состав участников. То есть ты полноценным, как сказать, собственником бизнеса становишься. Как шеф и официант стали крупнейшим практически ресторанным холдингом? У вас были практические знания, вы вырастали с Арамом. Только там вы научились? Или у вас все-таки была какая-то своя концепция, кроме доли риска, авантюрист? Есть, вот допустим, сейчас здесь люди, у которых есть мысль, есть мечта, есть цель. Может быть, они решатся после того, как посмотрят на ваш пример, запустить свой первый проект, а потом и масштабироваться. Вот подскажите, с чего начинать? С чего начинать? С амбиций. Я думаю, что где-то уже на третий год мы поняли, что нам недостаточно знаний, которые мы получили Арама. И у нас вроде как бы есть идея по развитию и так далее. Это, конечно, персонал. Безусловно, все, что мы сейчас имеем, это благодаря нашему персоналу. И ребята, те, которые приходят к нам, они, вот у нас там уже не один человек, который имеет MBA. Когда мы получили людей с профильным бизнес-образованием, мы поняли, что нам надо их как-то, с ними как-то коммуницировать, их понимать, их сленг, их выражение, их понятие. И я принял для себя решение, что мне нужно тоже образование. Я пошел учиться в Сколково. Следом за мной пошел Миша. Так что мы теперь тоже имеем бизнес-образование и можем дать ответ нашим руководителям. А что вам дало Сколково? Это образование практического свойства? Вы вообще рекомендуете сходить поучиться туда? И чему? Не, на самом деле я-то только начал. Тимур, можно сказать, закончил. Я провел свой первый модуль, поэтому результат такой еще непонятный. Ну, точнее, его нету, я так скажу. То, что это большой опыт, это 100%. Но что он дает? Пока инструменты, общение, такой большой воркаут. А бизнес-связи дает Сколковское обучение? Да, 100%. А вы триатлеты, марафонцы, знаю, Сколково, все бегают. Ну, просто у них целое сообщество. Я к этому готовлюсь. Мы вообще так спорт очень любим, но не триатлон. Тимур, к примеру, хоккеем занимается. А я... Вы пожестче, да? Вы пожестче? Наоборот, там весь вот это, по амуниции тебя там не тронутся. Видели мы, как они друг друга лупят, хоккеисты эти, да? А там все бизнесмены катаются? Есть возможности как-то... А у нас команда финансист называется. Так что там все бизнесмены, да. Это, короче, клуб деловой, как Хичко, бокс-студия. Действительно, на самом деле, вообще сейчас, говоря Сколково, нельзя недооценивать нетворкинг, потому что это, на самом деле, как бы такая движущая сила. Общение, общение в деловых кругах, общение в кругах каких-то бизнес-сообществ. Это вот действительно то, откуда ты можешь получить что-то новое. У вас в процессе обучения в Сколково возникла идея открыть бизнес в Москве или до этого? Нет, до этого, конечно. Расскажите, в чем специфика ведения бизнеса в Москве. Вы открыли Италии тоже, в общем, зная, наверное, о том, что в Москве существует рынок с одноименным названием. Учитывали ли этот фактор или, зная об этом, все равно в это вписались. Довольны ли финансовыми показателями вообще, как идет бизнес, что качает, что нет? Да. Ну, смотрите, что касается рынка Италии, вы имеете в виду, да, там, Ятали, да? Про это мы, кстати, когда открывали свою первую Италии, мне кажется, не знали, да, мы про существование такой истории? Нет, не первый Италии в Италии, я про Москву. Я, да, я, чтобы просто, ну, как бы свести к чему-то. Значит, да, мы знали, ну что ж, мы же не могли туда прийти с нашим проектом и назвать его «Палермо» или там как-то по-другому. А почему нет? Ну, все-таки Италии для нас, это наш проект, в который мы вложили душу, это наш, не знаю, такой… Ваш первенец. Первенец, да. Поэтому мы не видели никакого пересечения А. Второе, ну, там, провели небольшой анализ, в принципе, этого проекта. Я Италии очень люблю, там, я был и в Нью-Йорке, и там сейчас в Мюнхене отличный, как бы, проект они открыли. Но в Москве из-за санкций я считаю, что проект такой не суперудачный. Здесь же вопрос не в том, про удачный или неудачный, названия путают. Ну, у нас такой проблемы, ну, наверное, там, 2%. Да. Ну, у нас такая проблема была. Знаете, я вот на такой вопрос пропутаю названия. Меня как-то, когда я пришел, ну, задавали вопрос относительно наших отношений, там, с Арам и так далее. Ну, вот, и когда я пришел работать в пробку официантом, он меня постоянно называл Маратом. Маратом? Да. Маратом? Я как-то какому-то журналисту ответил, что я сделаю все для того, чтобы он запомнил мое имя. Вот мы открыли этот ресторан. То же самое и здесь. Я думаю, что, в принципе, мы своим качеством, своим подходом сделаем все то, чтобы помнили нас. А вы имена своих сотрудников знаете наизусть? Тысячи нет. Ближайшего? Безусловно. Конечно, да. Ну, и у нас очень маленькая ротация. У нас, вот я до сих пор помню, когда мы открывали наш первый Италия, я думаю, что процентов 30 с нами до сих пор. А это 10 лет. Ну, понятно, люди уже давно там стали управляющими. Там вот у нас девочка была, пришла вообще на хостес. В итоге стала очень крутым управляющим. Ну, вот, как бы вот такой рост. То есть у вас можно построить карьеру, вырасти. Да, но мы на самом деле стратегию внутри компании именно на этом и ставим. У нас есть достаточно сильная корпоративная культура, на которую мы делаем ставку. И внутри компании есть определенные программы, которые позволяют из менеджеров делать управляющих, из сушефов делать шефов. Эта программа называется Manager App, где такой внутренний институт. А менеджер даун есть? Значит, App, если... Ну, даун, как правило, не получается. Они уходят из компании. Уходят? Ну, конечно. Ну, а как ты можешь из управляющего сделать менеджера? Иначе он не справляется своими задачами, а это уже такой демотиватор. Бывает такой, наверное, менеджер в сторону, когда они как бы из работников ресторана переходят в другие плоскости бизнеса. Уходят в HR, допустим, разбираясь действительно в наших ценностях, в нашей культуре. Поэтому такие рокировки бывают, да. А это правда, что корпоративки Italy Group проходят на севере Италии? Ну, давайте, расскажите, где корпоративки Italy Group проходят на севере Италии? Ну, такой узким кругом, да. Вообще у нас очень много поездок. Вы сейчас про то, как вы становитесь гастроблогерами или о чем? Ну... Трэвл-блогерами. Ну, нет. Хотя у меня есть свой так называемый хэштег, я его назвал «в поиске вкуса». «В поиске вкуса»? «В поиске вкуса». «В поиске вкуса». Да, да. Ну, это я так придумал и, в принципе, сейчас пользуюсь спросом. Ну, значит, ситуация по поводу корпоративок. Да, мы часто очень ездим. Мы вообще в какой-то момент поняли следующее, что недостаточно вкладывать в себя. Я могу за себя сказать, что я очень много увидел с точки зрения путешествий. В Италии 6 лет прожил, если кто не в курсе. Все в курсе? 6 лет в Италии. 6 лет – это такой тяжелый срок. Но причем он не в путешествии там был и не на лежаке. Я еще застал лира, когда там евро не было. Ну, не суть. Работал без выходных сколько лет? 6 лет без выходных. Отрубил от звонка до звонка. 6 лет без выходных. 24 на 7? Да. На кухне работал? В 6 утра подъем или 5? Нет, в выходные мы вставали в 5 утра, потому что я подрабатывал в хлебной лавке. И надо было хлеб с утра к 9 готовить. Поэтому каждый выходный не отдыхал, а наоборот увеличивал объем работы. Миша, скажи, а как ты там оказался в Италии? На самом деле я решил пойти по стопам семейным. Мне сказал, я думал, буду юристом. Я папе сказал, он посмотрел, обиделся. Какой юрист? Мы официанты и будем официантами. Поэтому перспектив у нас в Петербурге, в принципе, в России не было. Вот мой отец подсуетился, спасибо ему большое. Я отправил меня вот в Италию, там были знакомы. Да, да. Приехал туда ненадолго, но вот как-то задержался. Значит, продолжаю. И мы поняли, что вкладывать в себя достаточно. Мы решили вкладывать в наш персонал. Вообще тысячи человек? Ну, я могу сказать, что за прошедший год мы вывезли около 200 человек. Обратно вернули? Да. И вот вопрос тоже. Куда вывезли? Да, куда? Где вас грузили? Вернули, конечно. Ну, вот как бы у нас есть такие вот путешествия. Есть такая мотивация, они все об этом знают. Мы даже создали отдельное направление, отдельный сайт, который называется Test Project. Я думаю, мы даже вот футболочки такие принесли интересные. А вот сейчас минута рекламы. Test Project. Test Project. Я расскажу, почему мы это, в принципе, сделали. Так как мы сами очень много путешествуем, и все мои даже друзья, когда со мной ездят, они говорят, слушай, с тобой очень сложно ездить, потому что у тебя все запланировано. Я куда не еду, у меня там везде уже рестораны забронированы на неделю вперед, там даже на две. И у меня есть вот эта информация, которой я хотел делиться. Я вот придумал вот этот хэштег. И такая же ситуация с персоналом. Вот мы 200 человек отвезли в Европу, там, где мы только не были. И в Японии, и в Италии несколько раз, и в Германии, и в Бельгии, ну, везде. И мы решили этими всеми знаниями делиться. Мы создали сайт, в котором рассказываем о наших поездках. С точки зрения гастрономии, в основном с точки зрения гастрономии. И я думаю, что, ну, это интересная такая история. Все люди сейчас путешествуют, и им, наверное, это было бы интересно. А когда вы работаете, если вы так много путешествуете? У вас даже сайт есть, и вы уже стали такими travel, практически блогерами, проповедниками. Когда вы работаете? А мы не работаем. А вот это секрет успеха, а вот это отлично. А что же вы делаете, если не работаете? Ну, просто вот все, что мы делаем, это я вот на самом деле сам себе этот задавал вопрос. И понимаю, что, ну, я вот живу вот этой жизнью ресторана, нашей группы, нашей вот этой сплоченной семьей. И, в принципе, для меня это не работает. Вот, как бы, не знаю, вот такая проходящая жизнь через то, чем я люблю заниматься. И, на самом деле, я вот, не знаю, очень счастлив, что такое происходит со мной. Ну, это иногда тоже нелегко, знаете, ехать пять часов в какой-то ресторан, который надо посетить, тоже иногда сложно. Поэтому мы вот ездим в гастрономические туры, и на пятый день уже тяжеловато. То есть тяжелая работа такая. Ну, тяжело, вот, животу тяжело. Ну, да, приходится. Ну, отдыхать может позволить себе только тот, кто хорошо работает или работал. А давайте поговорим о факапах. Давайте, интересно же, правда? Да, да, а то все, мы успех, успех, понимаем, сидят такие два спокойных, успешных, тревел уже проповедника. Тревел-блогера. Да, гидониста. Ну, вот расскажите, были ли факапы какие-нибудь? Наверняка были. Ну, выкладывайте. Как без них? То есть мы сейчас можем сказать, что не было, и... А вы поклялись по коджете. Не, ну, надо действительно говорить о них. Они вообще, на самом деле, это самое ценное, что происходит с человеком, это факапы. Надо сейчас подумать, вот самый какой яркий факап. Ну, давайте, вы знаете, как многоступенчатый. Первый яркий. Не, ну, нет, к примеру, основной факап это когда, ну, в нашей ситуации, это когда, не знаю, мы открыли ресторан, но не пошел. Это же тоже как бы... А был такой? Да, у нас был один проект, который назывался Бирерия. Уже сложно произносить, да? Бирерия? Бирерия, Бирра по-итальянски пива. Пивная, короче, по-итальянски. Пивная, итальянская пивная. Мы этот, в принципе, концепт увидели в Нью-Йорке. Ну, это не секрет, что многие люди... Что придумывать велосипед? Он уже давно придуман. Мы еще об этом поговорим. Можно его улучшить или ухудшить. Мне кажется, мы его ухудшили. Значит, в Италии, в Нью-Йорке, значит, есть этот проект, куда приходишь, там куча итальянского пива и гастрономии, еда. И мы начали изучать, в Италии, оказывается, пивоварень не меньше, чем в Германии или в Австрии. И мы подумали, ну вот оно, как бы наш голубой океан, никто же такого не делал. Давайте сделаем пиво с пиццей и итальянской едой. Я же сейчас жил в Италии, и я понимаю, что каждую субботу вся семья пьет пиво и ест пиццу. Я думаю, точно сработает. Ну, как бы, долго уговаривать Тимура не пришлось. Ну, вот. Обычно долго приходится? Не-не, мы всегда достаточно быстро находим общий язык или договариваемся или нет. И открыли вот этот проект, Берерье, в нее действительно вложили душу. И когда открыли двери, что-то как-то не заладилось. Никто не проникся, да? Да, не проникся. А в итоге этот проект проработал два года. Он не был минусовой. Но он, а, не приносил нам удовольствия с точки зрения, как бы, самой концепции, что ее не оценили. Ну и второе, он был финансово, как бы, не суперприбыльный. То есть ошибка была в концепции? Ну, и в локации. Там много моментов было. Открывая ресторан, какие нужно учитывать факторы? Можно я вот попробую продолжить факапы и про факторы, я думаю, коснусь. Ну, многие, наверное, здесь присутствующие, кто хочет открыть ресторан, переживают на тему, как не ошибиться. Вот для меня одно из самых простых объяснений, где можно допустить ошибку, это самой концепции. Концепцию мы должны объяснять гостю, другу, жене, не знаю, в трех-четырех словах, не более. То есть достаточно просто и легко. Если взять наши ключевые проекты, которые успешные, это итальянский ресторан, не знаю, итальянский семейный ресторан. Это бельгийский гастрономический паб, все очень понятно. Есть испанский тапос бар, небольшое местечко, он не входит в Италий группы, это тоже отдельная история, могу рассказать. И когда это понятно людям, тогда легче доносить сам продукт и суть его. А когда ты не можешь объяснить, что там, пьют коктейли, туда ходят вечером или утром, с семьей, обед, это ужин, тогда и сложно для понимания и для дальнейшего бизнеса. То есть понятная простая концепция. Да. Ну и еще, наверное, масса факторов. Не, ну это понятно. Окей, ладно, следующий вопрос. А что у вас обламывает ведение ресторанного бизнеса в России? То есть вот починка какого механизма, не знаю, законодательного, административного, может быть, ментального здорово облегчила бы вам жизнь? Я думаю, один из нас в правительстве. Отличная идея, я считаю, надо поддержать. Тем более у нас, смотрю, многотысячная аудитория, миллионная аудитория, кстати. Аудитория действительно... Предвыборная кампания уже началась? Да. Люди и роботы. Помечтаем на эту тему. Мы всем задаем этот вопрос, потому что, в общем, будущее не за горами. Как это? Люди и роботы. А вас что, автоматизация? А сколько они учили? Да. Ну, конечно, сколько учились? Люди и роды. Люди и роды? Это, в принципе, одно и то же. Люди и роботы. Люди и роботы. Люди и роботы, да. Всех нас ждет будущее. Автоматизация производства пищевого, и не только в Москве, как мы знаем, я не знаю, знаете ли вы, существует уже публичный дом с роботами. В Москва-Сити. Да. Некоторые журналисты тестировали, до сих пор рецензии не выпустили. Ну и журналистов никто не видел. Ваш бизнес продолжится через роботизацию всего, в том числе сервиса и процессов на кухне. Я думаю, да. Мне тяжело об этом говорить, потому что я по профессии повар. Да, и как, знаете, как бы меня хотят заменить, да вот мои руки, они золотые, я могу так картошечку нарезать, что она это какого, будет сто раз вкуснее. На самом деле это не так. Сейчас очень много компаний, это опять-таки я увидел в Сколково, спасибо ему тоже за это. Много компаний, такие как там Доминус Пицца, Пицца Хат, такие монстры, они инвестируют в это. Действительно уже изобретены, есть роботы, которые могут от начала до конца тебе сделать пиццу. Да, поэтому я думаю, что сейчас это звучит немножко, наверное, странно и нелепо, но по итогу, ну, скорее всего, мы к этому придем. В каких-то отдельных сегментах это, скорее всего, касается исключительно фастфуда и, может быть, там, фастскежуал. Так как же тысячи безработных оставшихся. Возможно, нет, возможно, расширится, тем более это хороший инструмент для пиар, для маркетинга и для такого ситуативного продвижения. Кстати, как вы относитесь к пиар? Пиар? Работает ли пиар? Нужен ли маркетинг? Потому что вот совсем недавно, вчера, да, Роман Певзнер сказал, что маркетинг вообще… Ну, в традиционном виде, да, не работает, а что пиарщики не нужны. А вам нужны? Кто у вас работает? У нас изначально всегда была… Я не против пиара и маркетинга. Более того, у нас есть… 15 человек. 15 человек в этом отделе. Один? 15 человек. А, 15? 15 человек. Мы их очень любим, мы талантливые люди. Но я вот разделяю мнение Зельмана. Мы в свое время очень много времени провели в Лондоне с Тимуром, общались с Михаилом Зельманом. Это все, наверное, знают. Это проекты «Бургер и Лобстер», «Зельман Митц», «Бист» и еще у него там есть пару проектов. Ну, а начиналось с Гудмана. А, он начинал в Москве с Гудмана. Русский еврей. В принципе, у него примерно такая же политика, как у нас. Стараться меньше делать. И он говорит, мы пришли, «Бургер и Лобстер», представляете, это огромная компания, там, 15 ресторанов, я не знаю даже, какую там выручку, точнее, знаю, но не помню, какую они выручку делают. И он нам раскрывал все свои секреты, ну, в плане там… Рассказал или продал? Нет, ну, что-то заплатили, да. Мы, кстати, работали с Тимуром на кухне «Бургеры и Лобстера» три дня. Мы делали… Я делал роллы, а он бургеры. Лобстеров там делал один парень с Украины. Я делал Лобстера, а он ел. И, значит, мы прошли там по всем его отделам, по кухне, по продукту. Мы говорим, «Миш, ну все, ну теперь расскажи, а где твой пиар-отдел?» Он говорит, «Какой пиар-отдел?» Что это такое? Да, он говорит, «Как? Ну, нет у меня его». Я говорю, «Принято в смысле?» И он объясняет, что для меня пиар – это мой продукт. Все деньги, которые я могу вкладывать в рекламу, там, в интернет, во все вот эти инструменты, я вкладываю в мою булочку. Вот как бы для меня это и есть мой пиар. Хорошо, а как он эту булочку продвигает? Ну да, время булочек как-то, мне кажется… А продвигает очень просто. Один человек взял, попробовал, офигел от качества и рассказал это другу. Друг пришел… Ну, сарафанэ радио. Ну, сарафанэ радио, да. Ну, а СММ, Инстаграм, социальные сети – это же необходимый инструмент для продвижения ресторана в нынешних условиях или нет? Ну, будет, наверное, глупо… Вы же тоже, случайно, тревел-блогером стали? Будет… Да, 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 да. Ну, не знаю, остановимся, может быть. Но, наверное, глупо будет говорить и доказывать, что там нет роли пиара, потому что у нас отдел, он большой, они действительно проделают большую работу, и где-то мы можем действительно оцифровать их результат. Но на этом только не выехать. То есть, в принципе, сначала надо сделать продукт. Я думаю, что здесь залог пиара – это 20%. Вот, наверное, так. А изначально продукт? Конечно. А есть ли в ваших ресторанах инстаграмные блюда, знаете, звезды инстаграма? Ну, опять же, так как у нас все отделы максимально автономные, они часто привлекают таких людей. Но это не всегда как бы прямо наша инициатива, они это видят, мы им доверяем. То есть, на самом деле, как бы самое сложное, наверное, в этапе развития – это довериться. Я вот помню, мы там просто с трудом доверяли, там, верстку минимума участвовали во всем этом, верстку каких-то там материалов, там, в СМИ, там, неважно. Мы во всем участвовали, там, в проработках и так далее. Но в какой-то момент, чтобы развиваться, двигаться вперед, нужно сделать шаг в сторону. Развиваться, двигаться вперед началось с того, что я не работаю, я отдыхаю. Ну, нет, ну где-то за этим стоит, безусловно, труд. То есть, вы делегируете для того, чтобы делать все то, что вы хотите – получать удовольствие от жизни. Да. Ну, слушайте, продолжайте тему доверия. А как вы доверяете друг другу? И вообще, вот, когда вы только начали заниматься бизнесом? Вот этот вопрос. Ты про кассу? В том числе. В том числе и про кассу. Вы же не были близкими друзьями с детства или кровными братьями и прочее. Вот это вот момент доверия. Скажу так. Нет хуже бизнеса, основанное на дружбе, и нет лучше бизнеса, основанное… Как это? Чего-то надеюсь? Чего-то перепутал, да? Нет лучше бизнеса, основанное… Нет лучше дружбы, основанное на бизнесе. Угу. Нет, хуже бизнеса, основанное на дружбе. Да. Это ваш случай? Да, сто процентов. То есть вы не друзья, вы партнеры? Нет, мы стали друзьями благодаря нашему бизнесу, очень близкими друзьями, но не всегда получается у близких друзей сделать крутой бизнес. Вот это вообще просто… Да, ответ понятен вполне. А можно ли сделать работу в ресторане безотходной, поскольку у вас достаточно много ресторанов, они все разные, а сейчас Европа движется в такое эко-направление безотходного производства. То есть повара экспериментируют со всякими очистками, не выбрасывают ничего, и даже убирая пространство в своем ресторане, их клининг-служба берет воду от овощей… Ну, знаете, помоют овощи, вода, они моют полы. Вот как у вас с этой новой тенденцией безотходности… Ну да, это одна из ваших ценностей, ценность вашей компании или нет? Или вы… Да, давай, Миша. Ну давай, Горя. Давай, давай. Ну, точно не ценность. Не ценность? Точно не ценность компании, да. Я как, опять-таки, повар понимаю, что к этому можно стремиться, но совсем безотходное предприятие, ну, трудно очень сделать. Ну, не совсем. Ну, оптимизация же все равно наверняка происходит. Оптимизация происходит, она есть, и это одна из задач, да. Мы ее делегировали. Ну, европейские страны, мне кажется, ко всему этому приходят не всегда от хорошей жизни. У нас сейчас все-таки мы не настолько там зажаты в тиски с точки зрения там каких-то, не знаю, там, налогов там и прочей истории, там, не знаю, налогов на рабочую силу, а взять, как бы, Европу, не знаю, тот же там итальянец едет на рыбалку, готовит эту рыбу и сам же обслуживает не потому, что он хочет это делать и никому там не дает заработать там среди официантов, потому что иначе он будет работать на своего официанта с поваром, ну, как бы, там это невозможно. У нас пока это как-то… Придет все к этому, но пока… Все к этому придет, да. Это эволюция бизнеса, наверное, и когда ты будешь ей отходы отправлять в производство и прочее. Ну, вот, относительно делегирования. Я знаю о том, что возникают интересные идеи и коллаборации с разными известными личностями. Возьмем Анну Семак. Она, поскольку вегетарианка и, по-моему, даже сыроед, да, у нее особое питание, хотя она и мать семерых детей, но, однако, она вот любит овощи и любит все такое полезное питание. Кому пришло в голову меню ввести в ваших ресторанах от Анны Семак? И как это меню продвигалось среди гостей? Ну, на самом деле, так, если с самого начала, в принципе, что там моя семья, что семья Тимура, мы достаточно так близко дружим с семьей Семаков. И изначально моя супруга просто, она тоже немножко эту линию поддерживает. Не сказал бы, что там яро, но там раз в два месяца бывает. Она предложила, давай сделаем, пообщались. Она говорит, ну, конечно, я это с удовольствием поддержу. По той причине даже, что, приходя в ресторан Итали, она говорит, у меня есть всего два-три блюда, которые я могу съесть. Она действительно, она такой жесткий веган. То есть вы в целой сети ввели, как бы, меню вегетарианское сыроедческое только потому, что вашим женам нечего будет съесть? Вы спросили, как это все, с чего это началось. Началось вот так вот. Мы пообсуждали и поняли, что, в принципе, ЗОЖ и вот это направление, оно в тренде. И понятно, что мы рестораны Итали, которые продают сыры, пармезан, там, сливки, и тут раз тебе ЗОЖ такой пришел. На эту тему даже были комментарии, что, ребят, ну как, вы же должны двигать, как бы, другой продукт, а вы тут с ЗОЖом пришли. Но я считаю, что рестораны Итали, это рестораны, которые, в принципе, по всем своим гастрономическим тенденциям, как сказать, в тренде, повторюсь. Но поэтому ЗОЖ не исключает, как бы, это меню может там присутствовать. И я считаю, что это такая разгрузка для людей, которые постоянно едят там пасту, пиццу. Вот, как бы, давайте-ка. Но пошло меню. Я могу сказать, что тут колоссальное количество положительных отзывов. Вот прямо говорили, оставьте что-то в меню. Понятно, что мы не можем такие вещи вводить в основное меню, но вот такую разгрузку для там... Организма. Организма можем дать. Ну, это меню до сих пор есть? Или оно было только... Оно было там где-то месяц, месяц-полтора, да, да. Ну, вот я могу сказать, что я специально приехала из Москвы, прошлась по вашим ресторанам, вы об этом не знаете. И я была на этом меню. Я пришла в один из ваших ресторанов, и мне это меню не предложили. То есть у вас там работают ортодоксальные мясоеды, пастоеды и работающие по традиционному меню. Мне не предложили это меню, я сидела, долго ждала. Я не возмущалась, я ждала. Потом ко мне подошли, попросили заказ. Я сказала, вы знаете, я хочу то самое меню ЗОЖ, поскольку я не вегетарианец, но я, да, я про полезное питание. Принесите мне, пожалуйста, меню от Симак. И только в этом случае мне принесли. То есть оно не лежало на столе, его не давали вместе с основным. Поэтому у меня и закралось сомнение, насколько эта история была успешной. Потому что я потом даже провела маленькую дрессировку и менеджера, и официанта. Я не ушла бесследно. Тренинг. Был такой тренинг. Как вы собираете обратную связь от тех гостей, которые, допустим, недовольны чем-то? Вот вы, вы же верхушка вашей пищевой цепочки, можно даже так сказать. Как вы работаете с этим? Ну, на самом деле, вот если я захожу в любой ресторан, процентов 20 я точно знаю. То есть обратная связь, она как бы идет напрямую. Гостей в смысле 20% вы знаете? Да, да. Многие пишут, звонят. Я на самом деле пропагандирую среди своих друзей, среди своего окружения максимально откровенные отзывы. Потому что я объясняю, что это помогает нашему бизнесу исправлять ошибки, как бы эволюционировать, улучшать себя. Поэтому, в принципе, вот если так взять мой телефон, у меня ежедневно по этому 10 комментариев, как положительных, так и каких-то замечаний. Поэтому мы активно с этим работаем. Я хочу спросить про продукты. Ну, как бы итальянская кухня подразумевает большое количество запрещенных сейчас официальных ввозов продуктов. Что? Наша камера записывает. Да, конечно. Все продукты в Италийгрупп разрешенные. Почти локальные. Итальянские. Особенно пармезан. Наш родной питерский пармезан. Ладно, ребят, правда, как бы мы все живем в этой стране. Мы как-то, вы, наверное, особенно как-то выживаете в этих условиях. Каких продуктов не хватает? Какие продукты не дотягивают по качеству? Как вы выходите из этой ситуации? Потому что, действительно, больше всего пострадала Италия. Сыры, колбасы и прочее. Я считаю, что Россия, в принципе, достаточно быстро загруппировалась. И тут же сразу же пошли производства, где производят моцареллу, бурату и тому подобное. Как бы с этой точки зрения мы вопрос достаточно быстро закрыли. Но это молодые сыры. Да, молодые сыры. А с пармезаном там потяжелее. Дальше. Мука никогда не была под санкциями. Консервация, в том числе, она не была под санкциями. Рыба, мясо. С самого начала мы использовали достаточно много нашего российского продукта. Единственное, на что повлияло, это, конечно, твердые сыры. Какая паста без пармезана-риджана. Или хотя бы пармезану-грана-падана. Хотя бы. Да, грана-падана. Поэтому мы нашли хорошего, ну, такого небольшого производителя у нас в Ленинградской области. И вы про него никому не расскажете. Называется этот город Парма. Вы, наверное, знаете. Город Парма. Город Парма под Санкт-Петербургом. Ну, вот. Мы знаем такой. А, ну да, действительно, тот самый Парма под Санкт-Петербургом. Откуда пармезана-риджана? Он находится под Гатчиной. Там где-то 30 километров. Да, да. Мы, кстати, туда хотели. Да, были же там. Да, да. Еще там ветчина. Вот это тоже. Она тоже. Ленинградская, она же пармская. Пармская. Правильно. Все верно. Я ответил, да? Да, вы ответили. А я сейчас хочу воспользоваться, так сказать, Тимуром. В прямом назначении. Тимур, вы только что сказали. Ты только что сказал, что тебе можно писать, звонить напрямую. Михаил, доступ к телу открыт. Конечно. Расскажите, как найти вас в Инстаграме, на Фейсбуке. Кстати, вот Тимура не найти на Инстаграме. В Инстаграме. А как нам быть? Нам нужен прямой доступ. Телефон можно не говорить. Как блогер найти? Вас без Инстаграма. Блогер без Инстаграма. Это новый вид блогерства. Как вас найти? На Фейсбуке? Где вы есть? Нет у меня нигде. Я как-то отвлекся от этой всей истории. То есть ты был, но вышел? Не был никогда в Инстаграме. И не входил. Честно скажу, подглядываю через Инстаграм жены. То есть мы ее подсадим в смысле? Можно, в принципе, ей донести. А можно? Да, конечно. Сейчас у него количество подписчиков увеличится. Подписчица. Хорошо. Как найти? Я.Павленко. Я.Усанова. Класс. Михаил. Так, у меня аккаунт, сейчас я вспомню. Майк. Как? Майк. 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 Майк Джексон. Майк. Майк Соколов. Майк Соколов. Все, теперь знаем, как и в Инстаграме, и в Фейсбуке. Да. Да. А теперь расскажите про Забегаловку. О, сегодня там ели, кстати. Забегаловка вообще... Это не то, чтобы вы подумали. Это действительно новый проект под названием Забегаловка. Не, ну, ребят, наверное, знают. Ну, она вообще, у нас просто не поместилась все, мы хотели написать, я хотел написать Мясная Забегаловка, и не получилось. На Мясная не поместилась? Не вместилась, написали просто Забегаловка. Она находится при проекте в нашем большом мясном ресторане Хич. У нас просто площади было так много, что что-то нужно было придумать. И мы подумали, что если люди могут себе позволить, например, Хич два раза в неделю, то, например, Забегаловку, они могут туда просто каждый день приходить. И, честно говоря, он такой более casual, туда приходишь с семьей, с детьми, гамбургеры, картошка, ну, короче, как-то все очень весело, прикольно. Это все на, там, много мясных всяких историй, кусок мяса, простой, нарезан простой посуде, все очень дешево, бургер 190 рублей, при этом качество сопоставимо с тем, что у нас в мясном ресторане. Ну, это такая тема про безотходное как раз производство, потому что кослеты для бургеров вы делаете как раз из обрезков мясных, остающихся от мясного проекта. Я идею подглядел, мы вместе с Мишей были в Испании, в Мадриде, когда при мясном ресторане они сделали просто бургерную, и действительно из того же суперкрутого мяса, которым они делают стейки, обрезки они пускают в... Просто обрезки звучат как-то... Не очень, не очень. На самом деле это очень вкусно. Это крутое тоже мясо, по той же цене. Ну, и формат тоже очень интересный, когда открываешь ресторан с высокой ценой, рядом можно открыть Забегаловку. И, по большому счету, оптимизироваться, и при этом это будет хороший бизнес. Сегодня там стояли в очереди. Сегодня была первая очередь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok